Если ты подключишь свое воображение... С этих слов начинается цирковой спектакль «Загадка старой игрушки». Даже не спектакль, а настоящая сказка для зрителя. Словно по мановению волшебной палочки под купол взлетает воздушная гимнастка в кольце. Игрушки оживают и становятся, нет, не клоунами, эксцентриками. Они будут не только веселить зрителей, но и наравне с другими актерами цирка показывать невероятные трюки. Здесь и иллюзионисты с авторскими трюками, которых, говорят, нет даже в копилке Дэвида Копперфилда. Есть акробаты, у которых коронкой считается прыжок из-под купола цирка. И кроме этого коллективу есть чем удивить рязанского зрителя. Но какой цирк без животных? Верблюды, пони, лама, пума – все это группа «Сафари» под руководством Виктора Шустова. А вот магию и дрессуру собак совместила Кристина Нус. Зрители от такого спектакля в восторге. «Было очень весело, очень интересно. Мне кажется, всем стоит посетить, потому что такие представления в нашем городе бывают не прямо уж часто. Поэтому обязательно к посещению считаем. Представления замечательные. Мы очень часто ходим с детьми в цирк. Всегда довольны, и представления всегда замечательные. Особенно понравилось то, что трюкачи на самом деле очень профессиональные. Да, и еще фокус разный с исчезновением. Все очень хорошо, очень замечательно, интересный цирк. Мне тоже очень понравилась, особенно воздушная гимнастика. Просто на высшем уровне. Очень здорово, молодцы. Не пожалели, что пришли. На премьеру. Просто красота. Очень понравилось. Особенно мне понравились самогетики и эти шпицыки. То, чего больше всего ждали рязанцы – выхода на арену белых тигров. Дрессировщица – настоящая принцесса цирка Алиса Нестерова. Этот титул фактически «Золотую корону». Она получила неспроста. Номер ломает привычные стереотипы работы с хищниками. Да и программа дрессировки уникальная. В совокупе используем контактные методы дрессуры. То есть вот у меня есть кружочек на палочке. Это называется таргет. Это цель, мишень, за которую следуют мои тигрули. То есть им задача – коснуться его носиком. То есть они могут прыгать. Я рисую маршрут этим кружочком. И потом просто даю лакомство за то, что они коснулись носиком мишень. И пусть загадка старой игрушки – это уже хорошо зарекомендовавшая себя программа, представление в Рязани уникально. Именно у нас дебютировали воздушная гимнастка в кольце, бабка-ежка, а также многие артисты балета. Номер с белыми тиграми на 80% состоит из импровизации. Эксцентрики свои номера также регулярно дорабатывают. Мы каждый раз что-то пробуем, что-то меняем. У нас есть какие-то моменты, акценты музыкальные еще. То есть это все само собой дорабатывается. Бывает просто просыпаешься, Мик, слушай, идея, давай сделаем так. И мы без репетиции экспронно пробуем. Главное не забыть, да. Получается, запомнили, закрепили. Вот так, в принципе, рождаются все какие-то гениальные вещи. Бывает, что-то заранее, но чаще всего экспронно. Загадка старой игрушки – это цирковой спектакль от молодой творческой команды, которая поставила перед собой задачу – понравиться как самым юным зрителям, так и их родителям. Хотелось создать очень добрую историю, понятную историю, которая и какие-то особые нотки в душе затронет у взрослого, у старшего поколения, у бабушек, у дедушек. И, безусловно, которая будет интересна детям и самому сложному возрасту. Это средний возраст, средний детский возраст, то есть это где-то от седьмого класса и старше. Но и по отзывам, и по восприятию зрителя, вот уже буквально сегодня на премьере, понимаем, что все получилось, все удалось, зрителям нравится. И при этом в историю прекрасно вплетены цирковые номера, которые продолжают и развивают сюжетную историю. Цирковое приключенческое шоу «Загадка старой игрушки» продолжится до 26 февраля. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания, город.